Дорогие друзья, сегодня здесь, в Крокус Сити Холле, состоится масштабное мероприятие с участием селебрити и звезд, приуроченное ко второй ежегодной премии People Business Awards. И сегодня здесь будут чествовать предпринимателей малого и среднего бизнеса, сделавших прорыв в деловой сфере. Летом не так просто собрать людей, особенно тех, кто занимается бизнесом, но нам с вами это удалось, и я предлагаю поаплодировать каждому из того, кто сегодня здесь присутствует, гости, партнёры, лауреаты. Основатель и идейный вдохновитель премии Business People Awards Кристина Пурпур в деловой сфере успешно развивается с 17 лет и входит в рейтинг топ-10 стильных и успешных людей России. В мире множество премий в индустрии красоты и моды, но в 21 веке на первый план выходит именно предпринимательство, утверждает бизнес-леди. Я так подумала, почему бы не соединить с эти области, в которых я занимаюсь, продвигаюсь. Это предпринимательство, это коучинг, и я думала, мы можем это совместить в моём уже издании, и вот так, собственно говоря, родился этот проект. На церемонию приглашены самые успешные, талантливые и инновационные предприниматели, музыканты, журналисты, дизайнеры и стилисты. Звёздные номинанты поделились своими впечатлениями от мероприятия. Это приятно любому человеку, но главная радость всё-таки не в наградах. Главная радость заниматься тем делом, которому лежит душа. Безусловно, приятно, когда тебя кто-то оценил, каким-то образом ты отличился. Это признание, это, безусловно, очень сильно мотивирует и заставляет двигаться ещё дальше с горящими глазами. Саш, я вас поздравляю, вы победили в номинации «Звёздный прихмахер», и со сцены я слышала, что вы личный прихмахер Николая Баскова. Это правда? Да, это так. Как к вам попасть на приём, скажите? Ну, ко мне можно в Одинцово попасть и в Москве. Как в бизнесе, в хорошем. Всё чётко, по делу, своевременно, пунктуально, все довольны. Телеканал ОТВ также оказался в числе лауреатов. Одинцовский информационный центр получил премию в номинации «Топ СМИ Подмосковья». Участие в церемонии организовал креативный продюсер Вадим Антонов. В состав медиахолдинга входят сразу два крупных СМИ. Это Телеканал ОТВ, да и это Одинцовская неделя. Ахват 800 тысяч подписчиков – не просто цифра. Это показатель доверия к рекламе, размещенной на указанных площадках и экспертной информации телевизионного и печатного контента. Виктория, ну, я поздравляю тебя, я нас поздравляю с этой победой. Скажи, пожалуйста, свои впечатления от мероприятия, от награды. Ну, первая и главная эмоция – это «Ура! Мы это сделали! Наша команда это сделала, получила премию!» Именно медиа-центр, наш медиа-центр «Динцовский», куда выходит еженедельная газета «Одинцовская неделя» и «Телеканал ОТВ» получил столь высокую награду. В перерывах между награждениями музыкальные лауреаты исполняли для гостей свои хиты. Восходящая звезда Ксюша Антонова презентовала публике свою песню «Проваливай милы». Сегодня в зале «Крокус Сити Холл» собрались люди, привыкшие побеждать, знающие, чего они хотят от жизни и умеющие добиваться поставленной цели. Их путь успеху не всегда был легким, но они преодолели все трудности, и у каждого свой секрет успеха. Думаю, наверное, самый правильный ответ будет в семье, в поддержке. Если у меня удается сейчас проходить какой-то путь, то это благодаря им. Если заниматься делом любимым, которое приносит удовольствие, все очень легко. То есть у меня цветы интегрированы в жизнь, и это замечательно, я не устаю от этого, я наслаждаюсь процессом. Каждые маленькие шаги, они делают человека более успешным. А так, мне кажется, это очень много работать, пахать, верить в свою мечту, и самое главное, ее не предавать. Цель, которой ты идешь, труд, без этого никак. И самое главное, это команда за твоими плечами. Без нее не будет ни одного успеха. Вот и подошла к концу вторая ежегодная премия «Бизнес Пипл Эворс». Гости довольны, мы очень довольны. Телеканал ОТВ и газета «Одинцовская неделя» получили номинацию «Топ СМИ Подмосковья». Ух, мы очень рады. Смотрите телеканал ОТВ, следите за новостями бизнеса и шоу-бизнеса. С вами была я, Полина Толмачева и Виктор Николаев. Продолжение следует...